Пригласили в ЦСКА, и все, и пошел в ЦСКА. Играл там еще кожаным бичом, выиграл 7 лет подряд, пройду еще «Босс». Мандраж у всех есть перед матчем, в принципе, все так же действуют. Классика такая, скажем так. На самом деле, отличный чемпионат, у людей есть цели, достижения. Им повезло, что они живут в этой стране. 16 лет играть на таком высоком уровне, стабильно, досадок, конечно, есть, но самоанализ посмотрел, уже готовишься к следующей игре. Я думаю, что будет «Кенгуру» на каждом шагу. Я очень люблю «Формулу-1», она приняла это и поддерживает меня во всем. А я пошел в школу «ВК Москва». Я пошел в «ВК Москва», потому что было поближе к дому. Потом мы переехали в Куркино, недалеко от «Химок», и как-то получилось так, что пригласили в ЦСКА, и все, и пошел в ЦСКА. Сергей Первушин я позвал в 96-й год. Потом я тренировался с Дмитрием Хабухой. Потом уже позвали в дубль. Сергея Гришина я позвал и уже с ним работал. Илья, скажи, футбол «Воротарь», потому что папа, да? Ну, в большей степени, я думаю, да. Потому что с детства ходил, смотрел, как он играл. Поэтому в первую очередь хотел быть «Воротарем», но пошел нападающим. Был нападающим, да, у них два года, по-моему. Мама была против, чтобы я был в «Воротах». Но Гены, так сказать, дали свое, и поэтому встал в «Ворота». Он вообще не говорил играть в футбол, либо вставай в «Ворота». У меня было желание пойти играть в футбол. И он, мне кажется, был такой рад, если когда я встал в «Ворота» и начал играть. Поэтому именно все от меня шло. Ты, получается, и помнишь игры папы, и смотрел, да? Ну, конечно, я помню, как он играл в «Сатурне», в «Торпедо Зил». Он уже такой подросший был, уже осознавал. И, конечно, помню некоторые игры. В деталях не расскажу, но именно то, что я был на стадионе и поддерживал, как папа играет, это помню. Сколько раз он тебе рассказывал, как стал чемпионом в «Воротаре»? Кстати, ни разу, по-моему. Да, ни разу не рассказывал. Все. Ну, я как-то даже не спрашивал. Он больше по футбольному, по играм, я больше спрашивал, на самом деле, как он там в сборной играл, в СССР играл, когда еще. Как они ездили на разные турниры. Поэтому больше про это, когда они, по-моему, выиграли чемпионат Европы, тоже, по-моему, он рассказывал. А так, именно когда он стал чемпионством, мы это не спрашивали. Знаешь, зачастую то поколение говорит, что вот тогда был футбол, сейчас все не то. Какие-то у тебя были разговоры такие с папой? Не, ну я им говорю, что он играл там еще кожаным мечом и так далее. Вот эти шутки именно между собой. Так, в принципе, нет. Я понимаю, что и тогда был сложный футбол, и сейчас. Сейчас просто побыстрее немного стало, и все. А было такое, что папа именно твоим личным тренером был? Тренировал тебе что-то, подсказывал, показывал? Ну, когда я вообще был совсем маленький, да. Мы с ним выходили на улицу, тренировали. Сейчас у нас больше идет разговор. После каких-то игр где-то я, может быть, неудачно сыграл, либо мог сыграть лучше. Он может мне позвонить, подсказать. В принципе, больше уже такой, как тренер он больше подсказывает, и все. Часто мнения не совпадают по какому-нибудь эпизоду? Бывает. Больше, именно когда я на сборах, какие-то моменты происходят, он может высказать мнение, сказать, что здесь сделано не так, надо сделать лучше. А вот именно уже в сезоне, когда игры идут, такого нету в основном. Ну, когда вызвали тебя сборную России, он тебе позвонил, а ты ему? Я ему написал сообщение, да. Он потом позвонил, а он тоже радостный, обрадовался. Так что я ему сообщил, да. Я так представляю, какое у него счастье, наверное. Да, я думаю, ему было очень приятно. Мечта такая. Я так понимаю, из-за того, что папа в разных городах играл, много путешествовали, да? Ну, в основном, мы всегда жили в Москве, когда он переехал в Торпедозил, да. Когда в Торпедозил переехал, мы уже обосновались в Москве окончательно. Приезжали с мамой к нему, где он играл там уже дальше по городам, и все. А в основном, именно основное место дислокации у нас была Москва. То есть не то, что ты там с ним ездил, каждый год школу менял? Нет, нет, такого не было. Мы всегда были в Москве, и к нему ездили. Мама ездила чаще, я ездил, когда он перерывы в чемпионате были, между играми, между школой. Я приезжал к нему. Ну, босс. Это не зря у него прозвище «босс». Он реально, когда тренировал, он подсказывал, командовал, говорил, что надо делать и так далее. Поэтому мы с ним в очень хороших отношениях. И он, на самом деле, большой вклад сделал в то, чтобы я начал играть в футбол именно на высоком уровне. Он просто подсказывал, что надо делать. В принципе, у нас так работа на протяжении 6 или 7 лет у нас проходила. Он подсказывал, поддерживал. Где-то в свойственной манере более импульсивно. И, в принципе, насчет этого мой рост и происходил. Какое у него чувство юмора? Отлично. Это, на самом деле, самое незаурядное чувство юмора, с кем я встречался. Это прям вообще супер, да. Ну, я думаю, стабильность. Потому что, скольки, 16 лет, по-моему. 16 лет играть на таком высоком уровне, стабильно, не пропускать сезоны именно по техническим, кем-то тактическим ошибкам. Он стабильно играет на протяжении 20 лет. Я думаю, поэтому есть феномен. Мне кажется, мандраж у всех есть перед матчей. Потому что каждый здоровый человек должен чуть-чуть переживать. Но нет такого, что страх или что-то. Именно переживание до выхода на игру, да. Когда выходишь на игру, уже трибуны, болельщики. Уже все улетучивается. И ты полностью поглощен в игре. Вот на Западе часто такое бывает, что команда проиграла, человек допустил ошибку. И через час он уже едет, шутит в автобусе. Как у тебя происходит после неудачных матчей, что ты испытываешь? Как долго? Ну, досадок, конечно, есть. Но самый анализ, посмотрел игру, в принципе, ну, обзор, где посмотрел пропущенный гол, и все. И выбросил из игры, из головы, и начинаешь думать дальше о следующей игре. И уже готовишься к следующей игре. Игра на выходах. Сложно. Гильерми, наверное. Игра ногами Нойер. На линии. Я думаю, смесь Нойера и Терштеггена. Что-то правая рука Нойера, левая Терштеггена, как-то так. Харизма. Я думаю, Акинфеева поставлю. Меня отбил в пенальти. Ну, по последнему чемпионату мира, я думаю, Мартинеса можно поставить. Потому что человек отбил два пенальти. И помог Аргентине выиграть чемпионат мира. Мы с Андреем Владимировичем Шпилевым тренинг по вратарям Урала разбирали этот момент. Потому что он делает максимальную аналитику по всем проведениям чемпионата мира, чемпионата Европы. И, в принципе, на самом деле тенденция особо не поменялась с чемпионата мира 2018 года. В принципе, все так же действуют с командой. Очень много действий вратаря, что задействует вратаря, чтобы он должен играть ногами, чтобы открываться, чтобы полностью вратарь должен начинать атаки. Соответственно, я думаю, особенно не поменялось все это. И с 2018 года и с 2022 года. Аргентинский вратарь стал лучшим за за год. Ты ему отдал это? Ну, я думаю, Мартинеса поддержали за то, что он выиграл чемпионат мира. Что он выдал, на самом деле, отличный чемпионат. Я думаю, это больше аванс ему для того, чтобы он развивался еще больше и больше. Как он выручил? Не было бы серии пенальти в финале, если бы он не выручил на 123-й минуте выход один на один. Поэтому, я думаю, это такой аванс, который он заслужил, на самом деле. Не слушаю музыку перед игрой вообще. Так, в принципе, когда на тренировку еду, могу радио включить. В принципе, меломан. Такого особого предпочтения особо нету, скажем так. Но могу рэп послушать, да. Вот рэп, мне кажется, самое оптимальное, что для меня. На концертах, на самом деле, по-моему, не был. Один раз был, вот в Екатеринбурге недавно приезжал Агутин с Варум. Ну, с супругой ходили, по-сому. Ну, интересно было, да. Так, в принципе, особого времени, на самом деле, чтобы на концерты ходить нет. Скорее всего, это больше PlayStation, либо FIFA, NHL и Formula 1. Я очень люблю Formula 1, очень увлекаюсь на самом последние 4-5 лет. Слежу за этим, поэтому вот Formula 1, я думаю, да. А я начал смотреть сериал на Netflix, Drive to Survive. И вот когда-то посмотрел первый сезон, и мне очень понравилось, и начал следить. Потом в команде много-то увлекался Formula, я с ними пообщался. Мне рассказали, ввели в курс дела, скажем так. И начал смотреть, и на самом деле, очень интересно было. Я болел 2 года назад за Макса Ферстаппена, когда Льюис Хэмилтон выиграл 7 лет подряд. И вот этот там сезон был невероятный, когда они на последнем круге уже последнего, последние гонки Ферстаппен вырвал, это было невероятно. На самом деле, что-то похожее, как Netflix снимает, можно сказать. Просто не может быть в реале, но это так случилось, поэтому интересно было. Сейчас, ну, наверное, за Макса, наверное, скорее всего. Хочется, чтобы он тоже выигрывал, поборолся с Льюисом за количество выигранных титулов. То есть ты прям включаешь телевизор, смотришь гонку, да? Да, ну сейчас не показывают, я смотрю в интернете просто, ищу, и все. Не, я думаю, я не люблю хоккей. Хоккей, я думаю, недавно был на плей-оффе. Автомобилист, когда играл. В хоккей орается, да. Часто ходим на стадион, смотрим. Ну, я думаю, такой самый любимый «Гладиатор» будет. Из-за того, что, ну, классика такая, скажем так. В последнее время, на самом деле, мало фильмов смотрел, больше на сериалы перешел. Я думаю, «Зеленая миля», «Гладиатор» такая классика совсем. То есть ты такой бывший, не новинки смотришь, а что такое? Не, новинки я смотрю, конечно, что выходит. То есть такого, на самом деле, чтобы вспомнить, такого, не знаю, вот «Оскар» сейчас вышел, я смотрел «Кит». Довольно такая тяжелая, тяжелый фильм очень, но интересный тоже. Есть о чем задуматься. Ну, это такая глава, да, которую мы готовим примерно за полгода до отпуска. Да, такая есть. Какие у тебя были самые запевняющиеся путешествия, начнем с того? Ну, последнее, я думаю, Австралия, потому что улетел на край земли, скажем так, очень далеко, и невероятные ощущения от того, что ты в другом конце земли, другой менталитет людей, и они, на самом деле, австралийцы понимают, насколько им повезло, что они живут в этой стране, поэтому поразило это, да. А что вот доставляло тебе эффект «Вау»? Там, может, кенгуру на улице прыгают или что-то еще? Вау был в том, что я ехал, я думал, что будет кенгуру на каждом шагу, я не увидел кенгуру за месяц был там, я ни разу не увидел кенгуру. Ну, увидел уже, потом, когда мы пошли в контактный зоопарк, мы увидели и коалы, и кенгуру, но вот именно на дороге мы поехали специально смотреть кенгуру, мы 40 минут ездили в месте, где это может быть, кенгуру всегда по 150-200 кенгуру лежат, но их не было. Это то же самое, что как мы ездили и на сафари в Африке, когда искали слонов, слонов не было и так далее. Нам с животными не особо ведет. Вообще нет. Если я даже был вот в Австралии, на серфе даже не катался, скажем так. Ну, потому что я на бодиборде, когда ты на животе катаешься, ты по волам. Это, да, еще более-менее безопасно. Хочется ограничить себя каких-то экстремальных видов спорта, где ты можешь упасть, на самом деле, получить травмы и выбыть на долгое время. Потому что у меня был период, когда я очень много травм получал и очень долго восстанавливался, и поэтому как-то хочется это ограничить. Мы с Женей Спириковым хорошо общаемся, можно сказать, дружим, и он пригласил меня как-то раз просто сняться в ролике. Когда отпуск был, я такой, почему нет, в принципе, лето, особо делать нечего. Вернулся только с отпуска. И почему? Поддержать форму, потренироваться. Неплохой экспириенс. Нет, ребята, на самом деле, на неплохом уровне. Матвеев Ахнов вчера забил первый гол в премьер-лиге, поэтому происходит такое, да, что многие уже играют в профессиональных командах, и уровень неплохой там. Как ты вообще относишься к смешению медиафутбола и профессионального футбола? Ну, медиафутбол такой больше развлечения, все равно идет профессиональный футбол, это у людей есть цели, достижения, все равно мы достигаем какой-то цели, каждую игру, каждую тренировку у нас есть, мы идем по ступенькам, медиафутбол все равно это больше для подписчиков. Смешение, я думаю, выставочный матч, никому от этого хуже не будет, придет много болельщиков, и это будет хорошо для болельщиков и для подписчиков, скажем, кто из медиафутбола. Ну, чтобы мы познакомились в школе, на лестнице перед репетицией последнего звонка, она шла с репетиции на репетицию, мы как-то до этого переписывались ВКонтакте, ну, пару слов, и просто пересеклись взглядами, ощущение было, что мы уже знали друг друга давно, и такого плана, тут маяк такой произошел, и все. И в принципе, и потом начали уже, уже списались окончательно, там, как это, и начали общаться, встретились, и все, как 9 лет уже. Предложение сделал романтичное? Да, в Нью-Йорке, в Централ Парке. Да, она полностью в футбол, она игры есть, она разбирается, и когда мы начали встречаться, она о футболе вообще не понимала ничего, вообще не знала, да, первый вопрос у нее был, она знала, что я вратарь, что я защищаю ворот, и первый вопрос был, сколько я голов забиваю вообще обычно. Это из такого. А так она, да, она полностью, насколько уже 9 лет вместе, поэтому она полностью разбирается в футболе, может поспорить, именно о каких-то моментах футбольных и так далее. Так что у нее есть свое мнение, оно в основном бывает тоже правильное. Она понимает, разбирается в футболе хорошо. А нормальное отношение к тому, что сборы долго не видите, Станта Центр? Ну, уже привыкли, уже сколько времени вместе, уже все все прекрасно понимают. Она, так сказать, тоже из профессии, которая сложная, она вот архитектор, поэтому она приняла это и поддерживает меня во всем. Субтитры создавал DimaTorzok